ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Государственного университета является как раз той, которая нацелена на понимание законов природы и происходящих в ней процессов. Объектом исследования стал металлический сплав никелида-титана, в котором оба химических элемента никелида-титан содержатся в одинаковых пропорциях. Мы не ставили цель изначально создать материал для протеза или для импланта. Мы решали задачу, связанную с прочностью металлических сплавов. И все это делаем на примере конкретного сплава никелида-титана. Если говорить с точки зрения физики, то прочность, механические свойства, прочность, пластичность, упругость, все это определяется структурой. То, какова структура данного материала, как атомы, молекулы располагаются в этом материале. Но интересно то, что если помимо расположения молекул варьировать такой параметр, как пустоты, присутствующие в данном материале, то появляется дополнительный инструмент, который также влияет на прочностные свойства данного материала. Вот как раз таки это и есть наш основной результат. То есть мы показали на примере никелида-титана, что варьируя порисностью данного сплава, можно в определенном диапазоне, конечно же в разумном диапазоне, управлять порисностью. Управлять, конечно же, в кавычках. Успех эксперимента полностью зависит от того, насколько используемый в имплантации материал будет по прочности уступать и превалировать над окружающей тканью. Перевес в обе стороны будет значить либо скорый износ изделия, либо же его отторжение человеческим организмом. В качестве основного металлический сплав никелида-титана был выбран не случайно. Его способность уживаться с клетками человеческого тела очень высока, а значит и успешный исход имплантации тоже возрастает. Если имплант по прочности уступает окружающей ткани, той ткани, в которую он внедряется, то очевидно, что это плохо. Он со временем может разрушиться, прийти в негодность и потребуется его замена. Но, с другой стороны, если у него прочности будет очень высокая, очень высокая, превышает намного ту ткань, в которую он внедрен, то это тоже очень плохо, потому что он будет разрушать своим присутствием эту самую ткань. Она будет приходить в негодность. Поэтому очень важно подобрать такой материал, который будет, во-первых, смотрите, не отторгаться. Это раз такое требование, очень серьезное требование. Мало материалов, которые этому свойству удовлетворяют. И по прочности соответствовать биологической ткани. И вот оказывается, что никель и титана многим свойствам удовлетворяют. Он действительно по ряду характеристик приближает требования, которые предъявляются имплантом к этим материалам. Это исследование уникально тем, что было проведено совместно с томскими коллегами. Они взяли на себя экспериментальную часть, то есть изготовление и испытание. Работа Института физики Казанского федерального университета заключалась в проведении расчетов и рассмотрении таких ситуаций. Когда пористость является очень малой и практически специфичной. А сами поры составляют очень малый размер. Такой материал получить экспериментально очень сложно, но результаты уже предвосхищают будущие экспериментальные наработки. Да, вот это как раз таки образец данного материала. Это никелит титана. Вот такой вот у него серый цвет. Он вроде бы даже на металл не похож, но на самом деле это металл, металлический сплав. Еще раз, называется никелит титана. Здесь никель и титан представлены в равных пропорциях 50 на 50. И вот если присмотреться, то видно, что он пористый. Это микропористый образец. Кстати, вот именно такие образцы, они уже сейчас используются в медицине. В качестве имплантов. То есть изготовляются импланты нужной формы. И уже потом как бы все это дело устраивается. Когда исследуются свойства механические этого материала, то, как правило, изготавливаются специфические формы предмета, например, вот такие пластины. На основе них можно изучить, какая пористость у этого материала. Вот тоже видно на просвет. Просвечивает. Наверное, видно же, да? Вот такие малые отверстия проглядываются. Это есть как раз таки пористость. Монолитный же аналог выглядит таким вот образом, например, в виде спицы. У этого сплава есть еще одно удивительное свойство, которое также используется в медицине. Удивительное свойство исключается в том, что он сохраняет форму. Если этот предмет его сдеформировать, изогнуть, но сейчас мы это не будем делать, если его изогнуть при определенной температуре, а потом снова нагреть, то какая бы деформация была, он снова примет изначальную форму. Вот такой эффект называется эффектом памяти формы. И никелититана этим свойством обладает. По словам Анатолия Мокшина, сотрудникам кафедры удалось, исследуя сплав никелита-титана, получить общее уравнение, с помощью которого можно заранее определять прочностные характеристики сплава в зависимости от того, каким образом в нем реализуется пористость. В дальнейшем это станет отличной площадкой для исследований еще больших достижений в этой области. Елизавета Газизянова, Тимур Ахметов, Универ Новости.